Согласно уставу, институт сити-менеджментом, то есть сити-менеджер сможет работать только в случае отставки главы, либо истечения его полномочий. До этого момента у нас конструкция власти остается такая, какая она есть, то есть глава администрации, глава города. Вот. Что касается таких разговоров, я думаю, что эти разговоры, то есть есть определенный круг лиц в городе, который до сих пор еще, так скажем, свербит проигрыш марта 2011 года. Вот. И они никак не могут с этим смириться, поскольку они хотели поставить своего человека, но не вышло, значит, перуальцы проголосовали за другую кандидатуру. Вот. Но тем не менее, я бы хотел сказать, что и постоянно идут разговоры о введении поста сити-менеджера в связи с этим. То есть, это, знаете, есть такая технология в политике, это делание из того или иного политика в кавычках «хромая утка». То есть, чтобы, так сказать, не дать консолидировать местные элиты для того, чтобы, так скажем, планомерно двигаться вперед, а именно постоянно подобными рода разговорами постоянно раздроблять движение вперед, я имею в виду, в том числе и на благо, конечно, горожан и города. Что касается взаимоотношений тех, кто недоволен выборами марта 2011 года, я назову это акционеры по НТЗ в том числе, хотя почему-то выдается в средствах массовой информации о том, что именно все работники по НТЗ недовольны работой администрации. Это совершенно, на мой взгляд, совершенно не так, как я и говорил, что у нас нет противостояния с предприятием. Кто сейчас может указать по поводу того, что у нас есть какие-то, скажем, разногласия хозяйственного плана, что администрация в чем-то мешает развиваться предприятию. Значит, было два момента. Это инсинуации по поводу, мистификация по поводу земельного участка на Запрудном. И второе, это, конечно же, история по электростали половильного комплексу. По электростали половильного комплексу, вот был вопрос, сообщаю, что 4 мая я подписал разрешение на ввод в эксплуатацию, когда мы получили четкие заверения от руководства по НТЗ о том, что те обязательства, которые они на себя брали еще, так скажем, в 2007 году, будут выполнены в определенное время. Больше ничего не требовалось. Но, тем не менее, почему-то это вызвало такой определенный резонанс. Но, тем не менее, договорились, все. Мы лишь требуем то, что должно быть выполнено по закону. Что касается мистификации по поводу земельного участка, то я уже несколько раз комментировал эту ситуацию о том, что земельный участок бесплатно выдать, о том, что хотели некоторые деятели, некоторые деятели, я еще раз повторяюсь, о том, чтобы выдать земельный участок, это нереально было сделать. Мы, значит, оценили земельный участок в расчете на то, в том числе этот вопрос рассматривался на Думе, и есть соответствующее решение комитета по этому поводу, о том, что деньги, полученные в бюджет, так или иначе будут гарантированно расходоваться, в том числе и на инфраструктуру этого поселка, предполагаемого строительства поселка. Но, тем не менее, как я понимаю, что ситуация финансовая ухудшилась на заводе, и руководство завода само в конце ноября месяца, поскольку у нас были переговоры с Комаровым, само отказалось от реализации этого проекта. И было нацеливание на реализацию проекта многоэтажного теперь уже жилья в районе Береговой. То есть мы все документы справили должным образом, то есть быстро, в течение января. То есть в январе по земле уже не было никаких вопросов, и можно было приступать к строительству. Но поскольку, еще раз повторяю, что финансовое положение сейчас, как я понимаю, не предполагает строительство, как таковое строительство жилья для завода, поэтому все эти проекты были свернуты. Отсюда, вот если констатировать то, что, резюмируя то, что я сказал, отсюда идут и у нас разговоры про институт сети менеджмента. К сожалению, это, я еще раз говорю, это плохо влияет на работу администрации. Вот подобного рода разговоры и постоянные забросы на эту тему. Поскольку среди определенных хозяйствующих субъектов начинаются разговоры, а вдруг вот завтра не будет этой администрации, потому что ведь подобного рода разговоры были и при Федорове, что вот его завтра с ним, вот послезавтра он уйдет и так далее. Это на консолидацию элит влияет плохо, это влияет плохо на развитие городского хозяйства. Это говорю совершенно точно и безотносительно того, что кто будет сидеть, переверзив Иванов, Петров, Сидоров, неважно.